МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телеканала Брянская губерния. О главных новостях к этому часу вам расскажут мои коллеги и я, Александр Новиков. Здравствуйте. В Брянске растут налоговые сборы. Это связано с ростом экономики региона. За 5 месяцев с начала года в Брянской области собрали более 17 миллиардов рублей налогов. Из них 45% это НДФЛ. Как отмечают в Федеральной налоговой службе, в консолидированный бюджет поступило почти 12 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем в прошлом году. В областной бюджет направлено 9,4 миллиарда рублей. Остальное в местные бюджеты. Сегодня состоялось очередное заседание Совета Брянской областной думы. Парламентарии рассмотрели около десятка вопросов, которые касались награждений работников медицинской, социальной, образовательной сфер, а также тех, кто десятки лет проработал на предприятиях региона. С инициативой о награждении выступили комитеты областной думы и депутаты. Почетные грамоты и нагрудные знаки, а также благодарственные письма получат больше сотни жителей области за многолетний и добросовестный труд. Также на заседании депутаты рассмотрели вопрос об оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Брянские школьники написали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Единый госэкзамен по этим предметам решили сдавать почти 2000 выпускников. Для многих из них именно биология станет профильным предметом при поступлении в ВУЗ. Для сравнения, ИНИАС выбрали менее 500 человек. Напомним, две школьницы из гимназии номер один написали единый госэкзамен по профильной математике и географии на 100 баллов. Не обошлось и без скандалов. Двух брянских школьников за нарушение правил выгнали с ЕГЭ по обществознанию. В Брянской области внедряется система электронной ветеринарной сертификации. Новые правила вступают в силу и становятся обязательными с 1 июля. Информация была озвучена на заседании аграрного комитета Брянской областной думы. Доступ к информационной системе «Меркурий» имеют все подведомственные управления ветеринарии учреждения. Полным ходом идет обучение сотрудников. До контроля депутатов аграрного комитета также вопросы заготовки кормов и уборки урожая. К сенокошению приступили 14 районов области. По прогнозу уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составит около 400 тысяч гектаров. Сейчас проходят проверку сельхозтехника и оборудование. Нет проблем и с кадрами. Механизаторами укомплектованы все хозяйства. Международная факельная эстафета «Бег мира» добралась до Брянска. Волонтеров, которые решили таким спортивным способом выразить пожелания дружбы, гармонии и единства, встречала съемочная группа телеканала «Брянская губерния». В России старт международной эстафети «Бег мира» был дан 12 июня. Волонтеры с хорошей спортивной подготовкой выдвинулись по нескольким веткам. Западной, Восточной, Азиатской, Тихоокеанской, Европейской, Крымской и, наконец, Смоленской. Финиш которой и состоялся в Брянске на Кургане «Бессмертие». «Бег мира» вас приветствует. Здравствуйте. Моментом у основной команды волонтеров образовался хвост из брянской детворы. Небольшая остановка. Зажгли факел, загадали желания о мире во всем мире и дальше в путь. Поддержать идеалы эстафеты и пронести факел мира вместе с волонтерами смог каждый желающий. Организаторы утверждают, участие в проекте – это пример активной жизненной позиции и приобщения к здоровому образу жизни. Это факельная эстафета, то есть каждый участник пробегает 3-5 километров и потом его сменяет следующий. В день мы пробегаем таким образом около 120 километров. Со сцены волонтеры поведали историю эстафеты. Начиная с 1987 года к ней присоединились более 10 миллионов человек. Что касается нынешнего года, в акции участвуют более 100 стран. Китай, Япония, США, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия и другие. Общая длина маршрутов свыше 70 тысяч километров. 15 тысяч из них по нашей стране. Когда бежит международная команда, например, в прошлом году мы бежали по Белоруссии от Гомеля до Минска. И у нас в команде были из Германии участники, из Англии, из Чехии, из России, конечно, из Украины. Когда мы можем бежать все вместе, то нам, значит, ничего не мешает жить все вместе. То есть граница существует между странами, но там живут такие же люди, как и мы. Команда, прибывшая в Брянск, тоже международная. В ее составе жители Минска и Бреста. Языкового барьера нет. Пожелания мира и добра на певучем белорусском понятны каждому. Я принесла вам провитание, самое щирое провитание с моей родимой Беларусь. И я ожидаю вам, как ваша краина так же квитнела, как моя Беларусь. Чтобы ваше сердце всегда откликалось на добро, на сусветную, щирую улыбку детей. И как дети правили вашей краиной. Завершилась встреча выпуском голубей. В небе живые символы мира, чистоты, любви, безмятежности и надежды. Екатерина Карманова, Максим Кузнецов. События. Брянск. Мусорные полигоны на особом контроле депутатов областной думы. В городе Фокино прошло выездное заседание комитета по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии. Парламентарии разбирались, почему мусорный полигон оказался заморожен и искали решение проблемы. Пять гектаров площадь этого мусорного полигона. Легко заметить, здесь не так много отходов. Однако объект заморожен. Въезд перекрывает шлагбаум. На нем замок. Следов от спецтехники не видно, а значит мусор сюда действительно не привозят. В ноябре 2017 года после смены руководства полигона выяснилось, в документах на объект хаос. По проектной документации при заполнении должна быть рекультивирована первая очередь, вторая очередь. Сейчас по документам и фактически уже давно вторая очередь идет. Иными словами, полигон, вероятно, использовали с нарушениями. Часть площади так и не рекультивировали, продолжая свозить мусор. Также по документам объект заполнен на 90%. Но очевидно, добрая половина площади пустует. Есть и другие нестыковки в документах. Во момент начала строительства в 2000 году была перепутана соосность очередей. То есть если по проекту они должны были быть параллельны, то у нас, как всегда в России, сделали перпендикулярно. Страшного в этом, конечно, принципиально ничего нет, но с другой стороны это неправильно. Переместить мусор из одной части полигона в другую, навести порядок, организовать на объекте сортировку отходов, получить необходимые документы и вновь запустить объект. Таков оптимальный алгоритм разморозки полигона. Вы делаете акт, что с предыдущим собственником эксплуатация его делалась с нарушением. И, соответственно, вводите очередь, вторую очередь. Надо просто посмотреть и с юристами отработать этот вопрос. Проблему продолжили решать в кабинетах. Существующий полигон городу, несомненно, нужен. О его полном закрытии не может идти и речи, уверены депутаты. Это только будет плюс и городу, так как тарифы не должны увеличиться, если здесь логистика будет небольшая. А если в дядьку ввести, ну вот сами понимаете, перевозчики они бесплатно не будут возить. Парламентарии наметили план работы на ближайший месяц. Острая тема мусорных полигонов вновь будет на контроле. На этот раз депутаты посетят Злынковский и Карачевский районы, где подобные объекты уже построены, но пока не эксплуатируются. Артемий Маркелов, Максим Кузнецов. События. Дядьковский район. Сезон отдыха, песен у костра и веселье открыт. Брянские школьники отправились в оздоровительные загородные лагеря. Всего этим летом в них отдохнут более 63 тысяч ребят. Об особенностях этой компании в нашем следующем материале. Популярный ровесник, маяк, искорка, синезерки и не менее любимая – Деснянка, Березка и Сосновый Бор. Брянская область – одна из немногих в стране, где на протяжении многих лет сеть детских здравниц остается неизменной. Регион не раз ставили в пример в Министерстве образования России. Сегодня во время каникул в распоряжении брянских школьников 10 санаториев и 13 оздоровительных лагерей. В этом году на 20 миллионов бюджетных средств, средств областного бюджета, выделено больше на оздоровление. На самом деле это очень большие суммы. 263 миллиона, больше 263 миллионов, в этом году направлено на оздоровление наших детей. И это здорово. Я думаю, что отдых будет не в коем разе не хуже, а лучше в этом году. Более чем на 6% увеличена доля бюджетной составляющей по каждой отдельно взятой путевке. Размер же родительской доли каждая здравница устанавливает самостоятельно. В среднем путевка обойдется от 3 до 8 тысяч рублей. При этом доля бюджетных средств в общей стоимости около 8 тысяч для загородных лагерей и 10 тысяч рублей для санаториев. На особом контроле правительства отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И наши дети-сироты, и дети, обучающиеся в школах-интернатах коррекционного вида, они оздоравливаются дважды в год бесплатно. И такая возможность, которую предоставляет наше правительство, она, конечно, неоценима. Вопросы оздоровления детей в числе главных и для некоторых предприятий области. Один из промышленных флагманов – стальзавод. Ежегодно для детей своих сотрудников приобретает 100 путевок. 90 детей отправляют в лагерь «Маяк» на вторую смену. И 10 детей, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении, отправляют на лечение в Дубраву. Это действительно такой положительный опыт, который просто нужно использовать. Всего же этим летом в пришкольных и загородных лагерях и санаториях отдохнут более 63 тысяч ребят. Еще около тысячи мальчишек и девчонок поправят здоровье по путевкам, которые выделены нашему региону по линии союзного государства. Ребята смогут отдохнуть в Анапе, Минеральных водах, а также в детских оздоровительных центрах и здравницах Белоруссии. Кристина Протхила, Владимир Сидоров, События Брянск. Порядка 300 участников представили свои работы на ежегодном конкурсе «Закон глазами детей». Лучших выбирали во дворце имени Гагарина. Традиционно организаторы конкурса «Закон глазами детей», комиссия по делам несовершеннолетних при правительстве области, Департамент образования и науки, а также региональное управление МВД. «Он проходит среди ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, с трудной учительом подразделения по делам несовершеннолетних. Все работы, они именно были в тему и на различную тематику. Это и комендантский час, и правила дорожного движения. И также необычно было, и это опасные виды, ребята понимают, что селфи это опасно. Поэтому с каждым годом все рисунки, и у нас становится все интереснее и интереснее». Конкурс рисунка показал, знают ребята и уголовный кодекс, а также права и обязанности подростков. По итогам жюри выбрало 30 лучших. Они получили дипломы и подарки. Участников конкурса «Закон глазами детей» поздравили творческие коллективы Дворца Гагарина. Андрей Мамошин, присодействие Пресс-службы МВД по Брянской области. «Уголок творчества и памяти» Станислава Говорухина появился в Брянске. Его открыли в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Выдающийся кинорежиссер, актер, общественный и политический деятель скончался на 83-м году жизни 14 июня. Место встречи изменить нельзя. «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок». Его фильмы, знакомые в нашей стране, пожалуй, каждому. Фразы из них давно разобраны на цитаты. Помимо творческой стороны своей жизни, Станислав Говорухин на протяжении пяти лет являлся сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта. В память о Станиславе Сергеевиче в Брянском региональном исполкоме был открыт уголок творчества, где каждый может оставить свои соболезнования. Мы с ним были даже лично знакомы. Я горжусь тем, что я соприкасалась с этой легендой, что у меня остались впечатления о нем, и осталось чувство быть похожей на него. Всегда быть открытой, откровенной, всегда не бояться говорить слова правды, не бояться отвечать за свои поступки и не бояться быть полезным своей Родине. Орнитологический успех. Брянская область заняла третье место во всероссийской акции «Соловьиные вечера». В этом году к инициативе Союза охраны птиц подключился 41 регион. Брянск можно по праву назвать «Соловьиным краем». В областном центре расположена роща соловьи. Всего жители области обнаружили 352 точки обитания этих поющих птиц. О своих наблюдениях они сообщали координатору в заповедник «Брянский лес». Впереди нас оказались только соловьи и их учетчики из Курска и Рязани. Ученые считают соловьев и определяют участки их обитания для дальнейшего мониторинга. Соловьи с его строгими требованиями к гнездованию служит индикатором экологического состояния окружающей среды. Сезон фотосессий в ярких пейзажах продолжается. Июнь – время цветения люпина. Интернет заполонили фотографии с лилово-розовых полей. В Брянской области занимаются не только созерцанием этой культуры. В поселке Мичуринский находится Всероссийский научно-исследовательский институт люпина. Чем вызван интерес ученых, казалось бы, обычным полевым цветам, узнала Александра Седачева. Люпиновые поля известны большинству из нас как прекрасные места для фотосессий. И мало кто знает, что эти яркие цветы – не просто украшение или сорняк. Чаще всего люпин сажают специально. Ведь эта полезная сельскохозяйственная культура служит седератом для почвы и имеет еще массу ценных свойств. Люпин улучшает структуру почвы, обогащает ее азотом и замедляет рост сорняков. Если мы один раз в четыре года или в три года выращиваем люпинные семена, то есть вставляем только солому, то падение естественного плодородия почвы прекращается. Если мы один раз в пять, один раз в семь лет используем седеральное поле, то показатели почвы увеличиваются. Еще с десяток полезных свойств этой культуры изучили и открыли во Всероссийском научно-исследовательском институте. Сегодня люпин в основном используется в кормах для скота. И по многим характеристикам его сладкие сорта превосходят другие зернобобовые – сою и горох. Белый люпин среди зернобобовых культур отличается наиболее высоким потенциалом продуктивности и по качеству зерна приближается к сою. Содержит 36-40% белка, 8-12% жира. По сути дела это аналог сои. Белый люпин – технологичное сои, урожайное сои, скороспелие сои. Таким образом получают недорогие корма для сельскохозяйственных животных, что позволяет сдерживать рост цен на мясо и птицу. За рубежом белок люпина используют в продуктах питания – хлебе, макаронах, недорогих видах колбас. И новое направление, оно характерно сейчас для Швейцарии, для Франции, для Германии. Это использование люпина в медицинской промышленности, использование люпина в косметологической промышленности. Используется оно прежде всего в спортивном питании, а также для питания людей, ослабленных после болезни, чтобы они быстрее восстановились. Брянский люпин сегодня закупают российские предприятия – от Калининграда до Дальнего Востока. К примеру, производитель сыра «Омечка» планирует повысить содержание белка в молоке коров за счет использования кормов с семенами люпина. Уже доказано, сладкий люпин – источник сбалансированного растительного белка, высококачественного масла, минеральных веществ и витаминов. Значит, его можно применять и в пищевой промышленности. Брянские ученые уверены – новый этап использования этой красивой культуры не за горами. Александра Седачева, Анатолий Чикрыгин. События. Брянский район. В эти дни весь мир сосредоточен на главном событии года – футбольном чемпионате, который проходит в России. Брянские художники не остались в стороне, а подготовили неформальную экспозицию. Выставочный зал «Рост» на Ростовской, 12, в Бежице. Открылся не так давно, но уже запомнился горожанам своими нестандартными проектами. Один из его кураторов, скульптор Роман Рудаков, предложил коллегам по цеху творчески подключиться к чемпионату мира по футболу. Мне нравится именно тема, чтобы была непростая. Потому что, когда непростая тема, то она, как правило, рождает интересные решения. И как бы цель этой выставки, она абсолютно оправдана. Потому что каждый из художников, он действительно выразил свое отношение к теме очень таким интересным языком. Первой стала скульптура Романа «Хай-тек футбол». 12 лет автор вынашивал идею ее воплощения. Нужно было реализовать очень изящно и красиво. Потому что, в принципе, такая геометрическая форма футбольного мяча, она очень индивидуально на меня зацепила. И я, в принципе, задаюсь именно вопрос по поводу позиционирования черных пятиугольников. И понял, что это расскажет больше, чем рисовать мяч. Просто достаточно 12 пентагонов. Простота формы, минимализм. Так тему футбола раскрыл еще один из авторов выставки Александр Чичиканов. Кстати, ему принадлежит и это, на первый взгляд, несложная инсталляция. Конец карьеры. Она совершенно в другом уже контексте. Более экспериментальная, более такая дерзкая. И это такое проявление именно действительно современного искусства. Этот же автор разработал свою айдентику чемпионата. В команду символов к волку за биваки может попасть спортивная матрешка из Брянска. Мне очень нравится тоже, как бы, ломка стереотипов. То есть, вот у нас Светлана Попова занимается китайской живописью. У нее, опять же, идея – это монохромность панк и футбольный мячик. Очень хорошие примеры лесной скульптуры. Это вот Людмила Вальциферова, она архитектор. Но вот у нее две абсолютно безумные по пластике работы, которые она увидела вот в этих корягах и так преподнесла. Стекло, дерево, металл или, к примеру, абстрактное полотно. Интерес к футболу, как и к искусству, не имеет границ. Смотрите матчи чемпионата, болейте за Россию и приходите на встречу с небанальным искусством. Александра Седачева, Анатолий Чекрыгин. События Брянск. Город Клинцы принял рыболовную эстафету. Вслед за Брянском там прошел чемпионат по спортивной ловле рыбы Донной с Настю. Такие соревнования на уровне райцентра проходили официально впервые. Местом проведения выбрали участок реки Ипуть у села Творишино Гордеевского района. Чемпионат проходил в два тура по три часа каждый. Соревновались 17 человек и профессионалы, и любители. Первое место завоевал Сергей Картухин. Победителям вручили кубки, медали, а также призы от спонсоров и организаторов рыболовного клуба Ипуть и областной федерации рыболовного спорта. В Брянской области зарегистрированы случаи, когда мошенники представляются сотрудниками МЧС и пытаются продать гражданам различное противопожарное оборудование. Главное управление МЧС России по Брянской области призывает граждан к бдительности и напоминает, что ведомство не осуществляет предпринимательскую деятельность. Первая часть выпуска на этом завершена. Через несколько секунд расскажу вам новости экономики. Не переключайтесь. Эго, эгоист, эгоист, эгоист.